У нас, получается, здесь проходит дегустация, зал, огромный зал, можно посидеть, экскурсия проводится. Такая-то лаборатория мороженого у нас, внутри. Здесь проводятся мастер-классы для детей, ну, тоже по предварительной записи. Москва-миниатюре, друзья, сейчас, наверное, скоро шоу начнется. Друзья, всем привет! Давненько не виделись, что посмотреть на ВДНХ зимой? Куда сходить, чем заняться? Так, финишный кремой у нас приближается, я так понимаю, постройка колеса, вот отсюда его хорошо видно. Хоть и на камеру GoPro, но тем не менее. И, скорее всего, запустят уже в этом году. Чтобы согреться, можно зайти, допустим, в павильон Армения. Зашел в выставку, такая, достопримечательность Армения. Церковь такая интересная, в миниатюре. Не подписано, что это такое у нас. Что-то очень такое впечатляющее. Интересно тоже. Вот, вот, фирменные, наверное, какие-то, да? Арарарат или что это? Я, как бы, не знаток коньяков особо. Коньяк, дойн, ереван, отборный. А, вот, Арарат. Это, наверное, с выдержкой винишки-то, слушайте. Ну, вот тут написано, 1980 года. Такие исторические моменты. Тысяча бутылочка. Это три года. Какое-то устройство на самогонный аппарат похоже. Инструменты. Выдержка спиртов, процесс которому должно быть заодно верное направление с самого начала. Результат выдержки, как зеркало, полностью отражает любовь и преданный труд мастеров. Оказывается, вот так вот. Можно посмотреть. Целая коллекция. 15 лет выдержки, 10 лет выдержки, 7 лет, 20 лет. Здравствуйте. А это по 20 лет, вот эта выдержка, да, вот этого коньяка? Что-что? Это по 20 лет? 20 лет выдержка или... Да. А есть больше? Конечно. Это сколько лет? А, это 50 уже. О, ничего себе. Посмотрите, 50 лет. Это получается, с какого года ты у нас? 50 это среднее число, вот это паши, пожированные. Там есть спирты и старшие. Самые старые спирты и с 914 года, это что используется в данном коньяке. А, понятно. То есть это средний возраст. То есть даже такие коллекции тоже сохранились, да? Которые... Ну, понятно. И очень дорогие, наверное. Ну, дороже, да, чем основная линейка. Понятно. А где-то у вас бесплатная дегустация проводится, что-то, или нет? Нет. Бесплатная дегустация проводится, есть дегустация с экскурсией, она платная. А экскурсия когда проходит, в любое время? 12.24. А, 12.24. Огромное спасибо вам за информацию. Все, будем иметь в виду. Пахнет древесиной. Это вкусовые качества коньяка. Вы поднимаете крышечку и смотрите. О, Армения. Кто был в Армении, пишите. Я думаю, там красиво. По природе. Какие-то тут ослики, да? Музыкальный инструмент. Камунча. Вот такая дегустация здесь. Огромный зал. Можно посидеть. Экскурсия проводится. Такой стиль. Армения. Блюда всякие. Пирожки. Пахлава сивашская. Пирожки с картошкой. Продукция из Армении. Грузинский соус. Аджика кавказская. Где-нибудь кто-нибудь такие видел названия? Рахат Сукум. Ну а здесь у нас варенье из малины. 510 рублей баночка. Варенье из грецких орехов. 520. Ну это 1300 здесь получается. Объем. конфеты. Я вот такие конфеты не пробовал. Такие конфеты знакомые. Арахис в шоколаде. Я помню в детстве очень любил. Висни, да? Значит, связь такая. К сожалению. О, кстати, здесь есть мед. А, нет, это топленое масло. Я подумал, что это мед. Закопанный сыр. Производство Армении. Ерелан. Ерелан? Угу. Попробуйте. 48. Ну слабенькое такое, нормально. Какую? Ну 48 нормальное, я говорю. Ни много, ни мало. А живого нету, да, пива? А? Живого нету пива. Пацаны затрялись маленечко тогда. Чисто для пробы. Разнообразное взяли, да? Смотри, чай даже есть. Пуэрпорт. Короче, зашли под воротник, решили попробовать армянского пиваса. Вот. Изготовлено, разлито на территории Ереванского пивоварного завода, короче. Попробуем. Слушай, Саня, у тебя, кстати, поинтереснее. Да, но такой поприятнее как-то. Здесь вот как раз у нас каток на ВДНХ. Платежная система. Павильон тоже находится немного на реставрации. В таком восточном стиле. Может быть, Кыргызстан. Или Кыргызстан, по-моему, с левой стороны находится. Точно не помню, но знаю точно то, что с левой стороны у нас находится павильон Казахстан. Сейчас мы как раз к нему подойдем поближе. В хорошем качестве, конечно, все. Так, сейчас повторюсь еще раз. Павильон Казахстан, который открылся в 2021 году. Не так давно. Сколько стоит каток, я не помню. И там цен нету. Надо заходить на официальный сайт ВДНХ. Смотреть там. Так, здесь у нас вот такой вот мостик. Северное сияние, так называемое. Вечером хорошо, очень прикольно подсвечивается. Каток обалденный, ровный. Традиционно вообще каток. Самый крутой считается. Так, ну все, заходим наверх по мосту. Наверное, поэтому убрали то, что дорого. Что в ценами не смущать. Да, действительно так. Вот такая тут красотень. Ровненький, гладенький каток. Его тут постоянно за ним следят. Тут технические, вот эти вот всякие машинки ездят. Уборочные. Потрясающе выглядит, особенно вечером. Вот как-то так выглядит этот движ после 11 часов. Под музычку так все приятно. Атмосферно. Не забываем следить наши ручки в калерке в срок. Друзья, ну сейчас вот отходим в сторону, там музыка играет просто, в сторону от катка центрального. И вот здесь вот такие вот тоже интересные павильоны небольшие. Вот, хотелось бы посмотреть, что здесь у нас. Там что-то я вижу, там написано. Выставка бабочек, наверное, какая-то, да? И вот здесь вот что-то такое тоже небольшое. Такой павильончик. Павильон Корея, Армения. Так, Азербайджан, Казахстан. Музей Центра Слова. Туалет здесь также есть где-то в этом месте. Вот в туалет пойду сейчас зайду тогда. Туалеты на УДНХ бесплатные. Здесь, вон там видненько, павильон какой-то, лаборатория мороженого. Кто знает, напишите в комментариях, что это такое. Дом культуры вот такой у нас, оказывается, был популярный в советское время. Интересно, вот эта ледяная скульптура была не настоящая, да? Такая-то лаборатория мороженого у нас внутри. Процесс производства, короче, показывается. Вот и до. Такие тут стульчики, как в ресторанчике-кафешечке. Вот видите, как здесь красиво. А шоколадные вот тут сцены 230 рублей. Эскимо ручной работы. А здесь еще есть молочные коктейли. Стандартные 350 рублей. Кофе. Какие-то названия. Пинты. Эскимо 150-7 грамм. Вафельный стаканчик 150. А это вы делаете мороженое прямо на глазах, да? На глазах посетителя, получается. Весь процесс приготовления происходит, как бы интересно. А мороженое долго делается, да? В смысле, да. Ну, по времени. В смысле, накручивается? А, просто быстро. Не, я думал, там еще что-то у вас там, это, какое-то производство там, показываете, как это, что там происходит. А, ну, производство это именно на фабрике тоже там, у вас. Здесь проводятся мастер-классы для детей, ну, тоже по предварительной записи, группу собирают, и тогда уже заговоренность о мастер-классе. А так мы работаем, потому что у кафе быстро. Ну, это просто, просто купить можно и покушать, да, посидеть у вас здесь? Да, ну, взять. Ну, как кафешка, в принципе. Ну, пока, да. Понятно. Ну, ладно, буду иметь ввиду. Спасибо большое, хорошего дня. Так, здесь вот у нас макет Москвы. О, теперь открывается. Москва миниатюре, друзья. Еще раз я тут сниму для Ютуба. Вот такую вот красоту. Тут какая-то интерактивная карта. Вокзалы, высотки, стадионы. Они показывают, да, мигает, где вокзалы, там отличается. Вот, сюда, в принципе, зашел, как видите, с справкой. Противопоказание того, что у меня есть от прививки. Сейчас его площадь составляет 429 квадратных метров. Макет выполнил в масштабе 1 в 400. Это точная опера столицы, уменьшенная в 400 раз. Противопоказание. 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 Утром каток, да, дешевле, скорее всего. Там на 3 часа где-то перерыв. Что-то у меня тут мост так трясется, такое ощущение, что он сейчас... Кстати, каток будет, по-моему, до конца февраля. Насколько я знаю. Нифига там мальчишка делает, красиво-то как с задом. Не так не каждый умеет ездить. Завтра на работу так вообще не хочется, ни хрена. Да, лучше завтра уходу еще. Не иди. Господи, из зала я вышла. Кстати, там, машина приезжает. Ну вот я иду, и он начинает, он такой ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, я молчу, иду. Ну, по-моему, я говорю, у меня есть молодой человек. Он такой, ну что, в общем... Они упертые, да? Да, они такие. Они упертые, я говорю, он как раз. Я говорю, ну вообще, ну... Ну, я понял, что он не в твоем вкусе абсолютно, блядь. Я ей себе дадут пацанок, потому что он идет, и все, ну и что, ну и что ты там, скажи телефон, и все. Слушай, мне надо какой-то левый телефон говорить на этот, и все, чтобы отрезался здесь. Да, любой там левый. Ну, это, видишь, вы же девушки, и тем более ты выглядишь красиво очень, поэтому тебе начинает прилипать сейчас такой сезон. Я соседка с баллончиками. Да, в несформальной ситуации можно забыть просто и про баллончики, и про все. Тебе надо научиться приемам психологическими, как-то, защитой, что-то, дополнительной защитой делать. Ну, да, я тут тоже... Просто игнор, игнор, он не понимает, да? Ты скажи, я хох, так, берешь и набираешь, там, допустим, папа, там, подойди, подойди, меня встретят. Просто. Или там, ну, там, я тут, короче, просто берешь телефон и говоришь, я тут, иду на встречу, сейчас, иди ко мне. Ну, это все, как будто он сразу поймет, что ты не одна. Как мы со знакомым пошли пацанчиком, короче. Это как бы не 100% гарантирует, что он от тебя отвяжется, но, по крайней мере, он будет иметь в виду, что ты уже не одна. По статистике разбиться на автомобиле гораздо быстрее, чем на самолете. Самолет считается самым безопасным. Да. Потому что я не летаю на нем. Я смотрел поезд на поезде, да, считается? Я смотрел статистику. Хорошо, ты летаешь на самолете раз в год, а на машине каждый день катаешься. Я поезд на поезде, считается, да? А? Поезд на поезде? Поезд на безопасные средства передвижения. Вообще, даже безопаснее автомобиля. Если брать автомобильные аварии, там 1 к 36 миллион, он там что-то вообще... Ну, страшно иногда взлетаешь, летишь и понимаешь, что это не автобус, он не становится, а... Да, но ты не парился вообще никак. Я вообще не парился. В автомобильных катастрофе ты можешь вылететь, а здесь ты никак не можешь. Странный, но, мол, когда из Крыма взлетели, там, вот, Ростом летят. Мои там валидовые едят. Ну, как можно. По Боинг, крылья вот так вот. Не рвят снять хотя бы. А я в окнах сижу, я говорю, ну, если упадет, знай, ну, может, странно. Я говорю, ну, если упадет, значит, так надо. Я даже поспал, я глаза открываю, короче. Ты плечо полный пофигизм, видишь? А, короче, глаза открываю, а там горы, короче, мы уже садимся-таки над Крымом, я говорю, вот весело. Волков боятся в лес не ходить, да? Конечно. Чего теперь идем? Надо не думать, не загрузаться. А оттуда тоже на самолете? Угу. Туда обратно, короче, да? На пару дней, короче, вы хотите, да, подписываться? Да, в пятницу мы уже в 10 часов вечера будем в Питере, мы в отель «Чешвырные вещи» и поедем гулять. А сколько лететь? А отель какой? Сейчас, вчера. Отель, да, сейчас сколько стоит? Отель 5 тысяч. Очень много. Это где находится? На Невском где-то? Да.